В магазине Хобби ДНЮА всегда огромный выбор сборных масштабных моделей, качественный инструмент, краски и модельная химия от ведущих производителей, разнообразный автомаркет, декали, фототравления и много-много-много других товаров как для начинающих, так и для опытных моделистов. Новинки рынка, гарантия качества, доставка как по Украине, так и в любую точку земного шара, постоянным покупателям скидки. Хобби ДНЮА – это твои увлечения. Попробуйте новую версию сайта. Вас ждет новый дружественный интерфейс, удобная навигация, огромные арты, возможность поделиться своими фото готовых работ, комментарии покупателей. Ссылка на новый сайт внизу в описании. Всем друзьям большой привет. Итак, залил я эту часть, саму светилочку жидким клеем, не жидким, горячим клеем с пистолета. И сейчас закреплю наше октоволокно и буду потихонечку пытаться развалить. Честно говоря, чем больше я смотрю, тем мне больше терзают сомнения. Оно как бы и гибкое, но в то же время не настолько оно гибкое, как бы мне хотелось. Не факт, что удастся развести там по всем тем местам, где я хочу развести. Но будем пробовать по максимуму. Ну вот, друзья, закрепил я наш основной жгут оптоволокна. И вот таким вот образом, видите, потихонечку буду проводить в каждую дырочку, в каждое отверстие. Лишнее будет обрезаться. Ну и сейчас посмотрим, как все это, моя затея, чем обернется. Ну вот, ребята, закончил я первый этап. Попроводил, видите, оптоволокно во все отверстия. Вернее, не во все. Здесь некоторые пропустил, потому как они совпадают с этими ребрами жесткости. Ну, поэтому будем без них. Также впереди здесь тоже провел оптоволокношечку на будущее. Ну и вот так вот оно сейчас это выглядит. Эта часть задняя, это еще пока пуст лежит. Это будет уходить в каюту. Вот. Ну а сейчас, я думаю, наверное, все-таки приклею на свое место нижнюю палубу. Вот эти переборочки. Обрежу оптоволокно по ее нужной длине. Закреплю ее. Думаю, на клей взять. Ну и как-то так. Итак, друзья, протянул я, не знаю, три четверти всего оптоволокна. Значит, вывел на мачте. Оставил две штучки здесь. Здесь пообрезал лишнее. Оставил для выстрелов пушек. Ну так, с запасом чуть-чуть. И теперь мне осталось, по сути, только корму сделать. Вот здесь я уже начал протягивать нити. И тоже здесь место для мачты. Эту дырку сделал специально для того, чтобы сюда вывести тоже пучок оптоволокна. И вывести потом в каюту капитана свет. Вот. Вот так это сейчас все выглядит. Значит, я так подозреваю, что мне с головой хватает моего оптоволокна. Придется еще лишнее обрезать. Ну, короче, все идет по плану. Все так, как мне хочется. Так, ну и вот я закончил с задней частью. И, по сути, вся проводка у меня сделана. Свет проведен. Значит, что у нас здесь? По центру это будет мачта. Вот этот огрызочек. Здесь будет тоже пушечка, имитация. Пушки сделал только большой, чтобы легче было заправить. А потом оно обрежется. Значит, три вот этих больших. Это мне пойдут на... Сзади там фонари такие, да, висят. Попробую сделать туда фонари провести. А вот эти вот чистокол, это будет у меня подсветка именно в каюте. Она, естественно, подрежется. Просто мне сейчас не готовы эти детали. Я высоту определить не могу. Поэтому оставил такой с запасом. Все это обрежется. Ну и теперь давайте достану сейчас питание. И посмотрим, как оно примерно будет выглядеть, как оно будет светиться. Итак, выключил я везде свет. И давайте попробуем, как же оно будет светиться. Так, ну вот оно все работает. Это хорошо. Значит, внизу сильно светится. Но я думаю, здесь закроется. Бортами видно не будет. А вот эти вот, видите, как-то более-менее какие-то штучки подсвечиваются. Кто-то больше, почему-то что-то меньше. Непонятно, почему у них не однородный свет, свечение. Но в принципе, какой-то светик-то есть. Не знаю, на готовой модели будет ли что-либо видно. Посмотрим. Пока, пока как-то так. Так, ну а теперь сейчас я сделаю верхнюю палубу, которая у меня уже тоже готова покрашена. И можно будет продолжать дальше работу по инструкции. Тысяча чертей. Какой здоровенный корабль. Не влазит все в камеру. Значит, смотрите. Приклеил я верхнюю палубу. И, и. Вот такая вот ерунда получается. Смотрите. Я хотел, по моей задумке, ну, чтобы возле этих пушек, которые будут якобы стрелять, где-то там вдалеке поставить фигурки. У меня же, помните, есть наборчики с пиратами, да? Так вот. Вот. Смотрите. Вот есть такой пиратик из этого набора. Напомню, он в 72-м масштабе. Напомню, корабль тоже в 72-м масштабе. И вот если мы его приложим вот сюда, то человек выше на полголовы, чем расстояние между палубами. Ну, а если учесть толщину палубы, то и на целую голову. То есть, получается, кто-то нам врет. То ли производитель людей, этих пиратов, и они намного больше, чем в 72-м масштаб, то ли звезда, и этот масштаб немножко меньше, чем в 72-м. Я не думаю, что на парусных судах того времени на палубе было такое небольшое расстояние, что люди там ходили полусохнутые. Что-то мне в это смутно верится. Но вот такой вот результат. И, кстати, вот еще, как доказательство некое. У нас есть дверь. Вот возле двери. Ну, понятно, здесь обрезать немножко подставочку. Но все равно он явно выше, чем проем двери. Неужели они все ходили там и кланялись во все проемы? Я не знаток морского дела. Все, что я знаю о море и о кораблях, это то, что рекомендуется точить напильником якоря и кувалдой убивать к нихты. Этим все мои знания о морях исчерпываются. Поэтому, возможно, они там не ходили полусохнутые. Но я еще раз смотрю и в это смутно верю. Ну, это такое. А теперь еще свой небольшой, типа, якобы косяк. Ну, он легко исправляемый. Дело в том, что я когда красил корпус, я почему-то думал, что вот эта часть будет сверху накрываться. И деталька. И не покрасил. Поэтому нужно будет ее тоже прокрасить в черный, соответственно, цвет. Собственно, и не договорил. И из-за того, что масштабы немножко не совпадают, я отказался от идеи каких-нибудь фигурок вот здесь на нижней палубе. То есть здесь у меня ничего не будет. Будем надеяться, что бортом все закроется. Видно, лишнего не будет. И, ну, короче, внизу фигурок не будет. Так, подготовил я очередную партию деталей к покраске. И, соответственно, потом приклейки. Это вот две решеточки большая, маленькая. Две лестнички, которые пойдут туда и туда. Дверка. Из маленьких деталек все. Вот тут такой вот нос будущий. Он состоит из двух деталей. Я его уже приклеил. И, значит, наши борта. Нижняя часть борта, там, где между нижней и верхней палубой перегородочка и верхняя часть. Та, которая будет непосредственно на палубе. И здесь у нас каютка. Соответственно, противоположные борты тоже я собрал. Значит, каждая из этих вот полос, опять-таки, из двух деталей состоит. Все это здесь приклеено. Здесь вот видите шов. Здесь. Вот здесь. Кстати, да, если эту часть можно не красить с середины, то вот эту часть придется прокрасить. Ее будет видно. По крайней мере, некоторые части этой части. Простите за вторую. Итак, все. Я ухожу на покраску. И затем покажу, что случилось. Ах, да. Вот это блямба. Видите, блямба? Я о том, что покажу на примере вот этой пушки. Оптоволокно. Оно там уходит под таким большим углом. И оно достаточно упругое. Ну и, короче, чтобы долго не разговаривать, она у меня оторвала пушку от пола. Поэтому я посадил ее на суперклей. И сверху вот такую сделал распорочку, чтобы она не отставала от пола, а хорошо приклеилась. Поэтому пускай пока стоит, схватится суперклей. Надеюсь, надежно приклеится пушка. И тогда я ее уберу. Ну и, как видите, блестит возле колеса. Я все-таки решился еще, прокапал клеем здесь. Здесь, чтобы уже такого, как с этой частью. Комфуза у меня не произошло. Да, кстати, могу показать, что, в принципе, эта штука у нас будет вот так. То, по большому счету, вот эти наши, эти можно обрезать, там буквально по полтора сантиметра, может даже по сантиметру. Так, прогресс по жемчужине. Итак, смотрите, выкрасил я эти маленькие детальки, решетки, дверку сначала в Nata Black черным цветом, а потом ее полностью всю покрыл коричневой смывкой и оставил так, не смывал ничего, не убирал излишки. Ну, как-то так оно покрасилось. Дело в том, что это я сделал я специально, для того, чтобы как-то выделилось оно на фоне всего корабля. Не хотелось, чтобы весь корабль сливался в одну темную массу. Хочется, чтобы какие-то детали выделялись. Но, честно говоря, приложил я это все дело к кораблю, то, ну да, выделяется, но не очень сильно. Поэтому я принял решение еще вот такой вот краской от АК немножко высветлить в плане, ну, портись сухой кистью этой краской, чтобы чуть-чуть выделить всякие вот эти наши трещинки. Насчет лестницы не знаю, потому что ее видно практически не будет. Наверное, оставлю их кистью. А вот решетки двери обязательно сделаю. Дальше. Дальше покрасил я боковины. Судно порта, видите, увы, не влазит все, но покрасил. Значит, как я здесь сделал. все по стандарту тому, который принял раньше. Сразу NATO Black, за ним легко-легко так прикоричневил Wethered Wood, чтобы не совсем уже была черная. и потом черную смывку полностью заливал черную смывку и буквально через 2-3 минуты убирал излишки. И получается вот такая вот штука. В чем проблема? В том, что, возможно, при совмещении деталей может как-то по оттенку, по тону цвет отличаться. все потому, что они красились не одновременно друг с другом, но как бы по отдельности можно было где-то больше добавить вот этой краски, где-то меньше, и поэтому оттенок может отличаться. Что я хочу сделать? Как из этого положения выйти? Вот если вы присмотритесь, вот здесь внизу есть такая так, наверное, будет видно хорошо планка, рейка, не знаю, как я правильно назвать. Она выделяется, выдвинута как бы немножко то же самое и здесь. Вот здесь я уже, видите, масками выделил. Я эту планку, что здесь, что впоследствии здесь, покрашу опять-таки думаю, вот эта красочка будет светлее. Затем посмотрю, насколько сильно это будет выделяться. Если уж очень будет резать глаза, то тогда еще пройдусь смывкой. То ли черного, то ли коричневого еще не придется. Посмотрим, приглушу немножко цвет. И ну вот здесь уже под маской внизу. Под маской, если посмотреть, здесь тоже есть такой же, не знаю, видно вам, нет, но здесь тоже есть такой же бортик. я его уже по сути после того, как покрашу верхнюю полосу, переклею маску и нижний борт тоже прокрашу. То есть, здесь у меня будет две полосы, здесь у меня будет одна полоса. Что будет с перилами, я пока не знаю. Ну, как они проявляются здесь на кораблях, точно не скажу. Может быть, останутся как здесь, может быть, тоже высветлю. Посмотрим, это еще время покажет. Друзья, что было немножко понятно, такое небольшое выключение. Вот смотрите, нижнюю часть, покрашены эти полосы были точно таким цветом. И затем черной смывкой я прошел, вытер, и вот они такие стали более тусклые, более невыразительные, не настолько яркие, как верхние, что, впрочем, как бы я и пытался добиться. То есть, ну, сами понимаете, такие яркие, но не совсем то пальто, а вот такие тусклые, как бы, то, что надо. Поэтому сейчас я верхнюю часть сделаю то же самое. Напомню, сами линии рисовал вот этой краской, вымишет вуд какой-то. А смывка черная, водная, black от хамы. Смывка наносилась полностью на всю поверхность и практически сразу смывалась. Даже вот еще, если видите, не совсем высохла на ступенях. какое тошнотворное зрелище. 14 человек на сундук вверх в лесах. Йо-хо-хо и бутылка рома. Эй, дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо и бутылка рома.